Мир вам и Божье благословение! Пороскривая пятница очень близка сибирякам красноярцам. У нас сейчас Овня. Вообще, это древняя мученица, даже великая мученица. Ее так терзали, что даже до костей доходило орудие пытки. А Господь давал силы, она поднималась. Обычно ее изображают стройной, высокой, мужественной, суровой Пороскривой пятницей. Она символ терпения за веру, в первую очередь за веру. И терпения во всех болезнях и невзгодах. Поэтому Пороскривая пятница не случайно была, видимо, избрана создателями Красноярска, и казаками, и те, кто были рядом с ними. Нелегкий был тот путь освоения новых земель, устроения жизни, налаживания. Но только стойкость под ударами, как говорится, судьбы, природы, окружающего мира позволила Красноярску восстать, красоваться и сейчас являться красивейшим городом и славным городом на берегу Енисея. Пороскривая пятница – помощница во всех добрых делах, кто борется за правду и истину. Но она еще и животных благословляет, молится за животных. Как долго после причастия в человеке находится Христос? После крещения Христос всегда с человеком. Причастие – это не принятие Христа. Христос – это укрепление стен и фундамента его дома, нашей души, сердца. Христос всегда с нами. И когда грешим, и когда каемся, и когда делаем добро и зло, зло, но зло ослабляет чувство и ощущение присутствия Господа, сердце как бы становится пустым, душа увядает, причастие ожитворяет через покаяние, изменение жизни. Это особое явление поддержки жизнедеятельности духовного нашего состояния непрерывно. Выражусь так, реактор работает, чтобы энергия согревала мир. А нас – наш мир, реактор – наша душа. Причастие ожитворяет в нем энергию и удерживает Господа, чтобы он нас не покидал. Всегда Господь с нами об этом надо помнить. Как справиться с неуверенностью и страхом неудач? Очень просто. Встаньте, помолитесь и скажите, да будет нам все воля Божья. И идите, делайте то, что считаете. И когда после молитвы сопутствует, как вы говорите, удача, значит воля Божья. А если неудача, то значит воля Божья, чтобы вас сохранить от боли каких-то ужасных последствий. Или состояния души. Или вообще даже сохранности жизни. Неудач не бывает. Есть божественное предохранение нас от собственных напастей, которые мы иногда, а то и часто создаем сами для себя. Поэтому понятие неудачник, дьявольское, это внушение дьявола. Нужно покаяться и сказать себе, Господи, благослови, дьявол всем удачлив или удачливая. Мир вам и Божье благословение. Все люди созданы для счастья, для успеха, для торжества жизни. Мир вам и Божье благословение.